Что вы знаете о профессии комментатора, когда вы смотрите футбол, хоккей, биатлон или какой-нибудь другой вид спорта? Никогда не задумывались, какие эмоции испытывает комментатор во время эфира? Насколько тяжело людям этой профессии? Порой, чтобы стать хорошим комментатором, недостаточно просто разбираться в спорте и рассказать о происходящем зрителям. Я будущий журналист и знаю, что репортаж должен захватывать и удерживать внимание. Чтобы зритель все четко понимал, с этой сложной профессией справляется далеко не каждый комментатор. Но сегодня я вам расскажу о тех, кто это делает на космическом уровне. С вами Роман Бароненко. Приятного просмотра. Георгий Черданцев. Любимец молодежи, такими и должен быть комментатором футбольных матчей. Известен своими эмоциональными высказываниями. Каждый матч, как произведение искусства, насыщены острыми репризами и в некотором роде сарказмом. Филолог по образованию, работает на телевидении с 1996 года. На данный момент участвует во многих проектах, стал комментатором чемпионатов мира, сам в прошлом футболист, что позволило ему хорошо разбираться в футболе изнутри. Но карьера закончилась травмой колена, а знание и любовь к спорту живет в Георгии и его легендарных комментариях. Константин Выборонов. С 1993 года работает на телевидении. Ведет спортивные новости, футбольные матчи. Ведет репортажи с чемпионата мира и Европы. В целом показал себя неплохо, вот с чувством юмора у него не очень. Но Константин не желает этого признавать и все пытается пошутить. Как и другие лучшие российские футбольные комментаторы. Игру ведет в динамичной и эмоциональной манере, иногда излишне. Его протяжные выклипки не всегда уместны, но иногда получается удачно пошутить. Алексей Андронов. Журналист по образованию. Как и все лучшие комментаторы футбольных матчей, хорошо разбирается в футболе. Но в качестве отечественного комментатора футбольного матча, известен своими резкими высказываниями, которые не всегда уместны. Выгрец в Германии в 1-8 чемпионате Европы 2016 года создал ощущение, что болеет за немцев. Слишком уж много внимания уделял команде противника. Его репортажи наполнены энергией и достоверно передают обстановку на поле. Но не всегда понятно, на чьей стороне Алексей за свою карьеру дважды получал награду как лучший комментатор НТВ+. Василий Уткин. Высшего образования так и не получил, но 4 года в педагогическом университете существенно расширили его словарный запас и привели к журналистике. Карьера шла в гору и с 1992 года Василий начинает работу на телевидении. Известный футбольный комментатор России в прошлом. Сейчас его популярность падает. Причина тому – отсутствие интереса у самого Уткина к происходящему на поле. В 2000-х вел чемпионаты мира, выезжал на Олимпийские игры, был номинирован на премию ТЭПИ. Юрий Розанов. Его эмоциональной, захватывающей трансляцией с удовольствием смотрел весь мир. Юрий обладал богатым словарным запасом и шикарным чувством юмора. Иногда его философские размышления уводили зрители от игры, но такое случалось редко. В 2019 году у него начались проблемы со здоровьем и 3 марта 2021 года он покинул этот мир. Александр Елагин. Пожалуй, один из самых трудолюбивых комментаторов и действительно фанат своего дела. За 15 лет работы показал свой профессионализм, знания и не только в репортажах РПЛ и АПЛ, но и в командах других стран. Особенно хорошо знает игроков английской премьер-лиги каждого по имени, по прозвищу и их отношения к команде. Александр тщательно готовится к каждому из матчей, наслаждается своей работой и захватывает внимание зрителей. Грамотный подход, доскональное знание всех правил футбола, эмоциональный репортаж делают Александр одним из лучших спортивных комментаторов России. Владимир Стагниенко. Владимир родился в семье преподавателей, мать учителя языка и литературы. Отец – учитель физкультуры. Именно этот фактор развил у юноши любовь к спорту и четкое обладение речью. С 2021 года Владимир работал на телеканале НПВ+, далее перешел на канал Спорт. В данный момент он комментирует спортивные игры и поединки на канале Россия 24. Владимир – отличный футбольный комментатор, грамотная речь, в меру уместный юмор, а матчи с ним захватывающие, динамичные и интересные. Из репортажа понятно, что он в самом деле отлично разбирается в футболе и игра его захватывает. При этом нет излишней эмоциональности во время матча. Все по делу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также переходите по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте. Для вас это не будет проблемой, а мне это очень сильно поможет. Всем пока!